Итак, неправосудное решение. Что это такое и как с этим бороться? Неправосудные решения определены уголовным кодусом Российской Федерации, его статьей 305. В данном случае мы поговорим о злоупотреблениях судебной неприкосновенности. Это подчеркивает перезревшую социальную проблему, которую необходимо решать. Я обращаюсь к народу России, к депутатам Государственной Думы, опираясь на статью 19-29 Конституции Российской Федерации, которая дает мне право свободно получать распространять информацию любым незапрещенным законным способом. Поскольку основное направление деятельности возглавляемого мною центра заключается в правовом просвещении, обучении, репетиторстве и так далее, правозащитной деятельности, данные обучающий клип воспринимайте, пожалуйста, как кейс, призванный помочь в решении этой злободневной социальной проблемы. Основана эта проблема на эксперименте, проведенном в городе Сыркуте за последние три года. Итак, все началось с приобретения дачного земельного участка в городе Сыркуте. Здесь вы видите мать-должницу, ее сын-должник. Как они стали должником? Они приобрели дачный участок и начали его несанкционированно расширять, нарушая право собственности соседей. Тогда эти соседи, здесь вы видите семейную пару, обратились с иском в Сыркутский городской суд и потребовали вернуть положение, существовавшее до нарушения права, вернуть плодородие земель, убрать лишние строения и так далее. В конечном случае стороны заключили мировое соглашение и определением суда его утвердили. Но, не останавливаясь на достигнутом, должница по исполнительному производству, во-первых, она стала саботировать это мировое соглашение, исполнила его лишь частично. Мировое предусматривало совместно с взыскателем построить забор, подписать акт, провести подрядные работы в удобное время, в удобный сезон, поскольку дело происходит на севере России. Все эти требования были проигнорированы, с опорой на целый букет ложных экспертиз, недопустимых на стадии исполнительного производства, поскольку 61-я статья допускает участие только специалиста, но не эксперта. Это не прерогатива судебного пристава исполнителя давать оценку экспертизе. Но об этом как-то забыли. Для того, чтобы избежать исполнения посудебного акта, мать и сын взаимно дарили спорный земельный участок, а точнее квадратные метры этого земельного участка друг другу. После того, как исполнительное производство было завершено, постановление на основе недопустимой экспертизы, мать получила в дар ранее подаренные квадратные метры обратно. Взыскатели реализовали свой земельный участок и продали новым собственникам. Конфликт вспыхнул на новой стадии уже с новыми собственниками. И главная задача, которая здесь возникла перед должницей по исполнительному производству, как обойти закон и судебный акт. Она начала кричать, выкрекивать громко из окна своего ночного домика клеветническую информацию в отношении соседей, комментировала ход судебного процесса, обозвала их нелюдями, утверждала о том, что ее незаконно обработали в суде, подвергали такой обработке с риском для жизни. Аналогично, прежде владелец земельного участка, у которого она приобрела свой земельный участок с домом, от такой обработки попал в реанимацию и впоследствии скончался. Полная чушь, полная несостоятельность. Поэтому новые собственники, опираясь на конституцию и федеральные законы, обратились против должницы, клеветницы, суд с требованием компенсировать моральный вред в результате клеветы. И потребовали небольшую сумму, где-то 30 и 30 тысяч рублей на каждого соцсобственника, то есть 60 тысяч рублей. Были готовы помириться, примириться, но это предложение в мировом соглашении должница категорически отвергла. Стоит отметить, что в свою очередь сын должница в тот период, когда он владел квадратными метрами земельного участка матери, обратился против взыскателя с требованием о компенсации морального вреда, опираясь на недопустимую экспертизу на стадии исполнительного производства. Но впоследствии от этого требования отказался, как от несостоятельного. Мы еще к этому вернемся. Экспертизы и рецензии в деле просто изобилуют. Их количество заветом больше, чем число пальцев на руке. Должницы-клеветницы обратились за лингвистической экспертизой и поставили вопросы перед экспертом-лингвистом, которые явно выходят за пределы его компетенции. Например, дать оценку ранее вынесенному судебному решению, проверить, не содержится ли противоправное действие в утверждении должницы об оклеветанных соседях и так далее. То есть предполагали комплексную квалификацию. Обычно такие экспертизы проводятся как комиссионные комплексные экспертизы, но не экспертным лингвистам. В результате этому лингвисту был заявлен отвод. И в самом деле, впоследствии, он ответил лишь на два вопроса из семи. Параллельно должница возбудила гражданский иск против оклеветанных частных обвинителей. Сейчас мы рассмотрим это понятие более подробнее. И потребовала в этом иске переначать границы земельного участка. Она добилась выигрыша по обоим судебным делам, но с опорой на заведомо ложные судебные экспертизы. Здесь вы видите номера дел в Сургутском городском суде. А факт того, что эти экспертизы заведомо ложные, подтверждаются научно-объективными рецензиями и, кроме того, законом о государственной судебно-экспертной деятельности Российской Федерации. Например, по делу 2.10.90.2022, о котором я говорил, должница сама переначивает границы земельного участка на стадии исполнительного производства, желаемым для себя образом, не считаясь правами соседей. Какие здесь признаки неправосудного решения? Такое решение основано исключительно на нужной экспертизе. Это единственное и основное доказательство, положенное в основу решения суда в полном игнорировании всех других доказательств. Например, Росреестр осуществил многократные проверки по спорному вопросу и пришел к выводу о том, что сын-должница нарушает закон, наложил на него административный штраф за засток строения на территорию соседей в размере 5000 рублей. Что касается оклеветанных граждан, то с их стороны никаких нарушений закона не было. Кроме того, вот этого эксперта-оценщика, который проводил землеустроительную экспертизу, уговаривали на проведение экспертизы и составление заключения целых полгода. Это следует из документа. Экспертизу он провел 19 февраля, а итоговый отчет составил 25 июня. При этом сквозная нумерация в этом итоговом отчете включает в себя также подписку об уголовной ответственности. Она выполнена была на бланке той же формы, что и сам отчет, из чего, очевидно, следует вывод. Этот вывод сделал рецензент о подписке задним числом по блок, другими словами. Но помимо прямого подлога с датами, здесь нарушены методики проведения экспертизы. Проводить в условиях больших зимних сугробов экспертизу подобного рода нельзя. Оно не позволяет достичь требуемой точности. Между тем, в выводах эксперта предполагалась точность проведения границ до 10 сантиметров, что заведомо невозможно обеспечить в условиях северной зимы. Более того, сам эксперт не выезжал на объект исследования, а воспользовался фотографиями из Росреестра и данными из Единого Государственного реестра правной недвижимости. Эксперт-землеустроитель переформулировал вопрос судьи в утверждение, воспринял сразу это утверждение как готовность выполнить подрядные работы и наряду с экспертизой представил новый альтернативный межевой план в пользу должницы по исполнительному производству в одном пакете услуг, что категорически запрещено 73-м федеральным законом о государственной судебно-экспертной деятельности и противоречит принципу нейтральности. Наконец, в результате произошло переиначивание решения суда 9 сентября, которое было вынесено на основе этой ложной несостоятельной экспертизы спустя месяц, как вы видите, где суд частично удовлетворил требования сына. Почему это произошло? Дело в том, что заявили свои требования мать и сын по отношению к оклеветанным гражданам солидарно. Они не указали конкретные доли, а заявили общее требование к ответчикам, связанное с переоценкой границ земельного участка, и заявили пеню из-за расчета 500 рублей в день за неисполнение решения, как обеспечение исполнения решения. Впоследствии выяснилось, что сын действовал без доверенности. Иск не был подписан. Сам представитель, действующий за должницу-клеветницу и ее сына, поставил розчерк своего пера под исковым заявлением, совершенно упустив из внимания, что у него есть доверенность действовать от должницы. И на основании этой, а у самой должницы, есть доверенность действовать за сына. Это была обширная доверенность на много-много страниц, предусматривающие сотню действий. Это имеет важное значение в споре. Так вот, представитель полагал, что раз сын выразил доверие своей матери, а мать выразила доверие ему, он может подписать исковое заявление за всех, за обоих. На самом деле это не так, потому что 187-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает доверие, в порядке передоверия должно быть заверено нотариально. И это логично, потому что необходимо убедиться, какой именно объем действий передается уполномочному лицу в порядке передоверия. Такого нотариального передоверия не было в материалах дела. Выходит, что исковое заявление не подписано, истон. Об этом представитель нашего центра прямо заявил на судебном процессе. Судья, откровенно говоря, растерялся. И требования по пени совершенно упустил из виду, не напечатал в решении суда. Спустя месяц суд под предлогом исправления арифметической ошибки фактически отредактировал собственное решение, что он врушает 200-ю статью Гражданского процессуального кодекса. Решение суда после его оглашения редактировать нельзя. Весь судебный процесс перевернулся с ног на голову. Если сначала суд полностью отказал в требованиях соистцу сыну, то впоследствии он частично удовлетворил эти требования. Выходит, что он это решение изменил. Однако при этом судебного заседания не было, протокол не составлялся. С протоколами полная беда происходит в деле, поскольку протокол, где суд обусловил принятие искового заявления под условием наличия лишних денег у должницы, впоследствии был старательно изъят. Мы предоставили расшифровку этого протокола. Несколько раз предоставляли, несколько раз изымался этот протокол из материалов дела, что указывает на служебный подлог. Я имею в виду протокол от 23 ноября 2021 года. Протокол от 5 сентября 2022 года, который просто не составлялся. Что произошло дальше? В этой ситуации, с тем, чтобы спасти отчаянное положение, дело полностью рассыпается, помощник судьи решился на служебный подлог. Здесь вы видите часть 1 статью 292 Уголовного кодекса Российской Федерации и вбросил в дело заявление сына в поддержку своей матери. Вот его входящий номер, вот дата. То есть по версии помощника судьи, которая теперь предназначена для высшестоящей апелляционной станции, получается, что на момент рассмотрения спора 9 сентября прошлого года мать все-таки поддерживал заявление, сын все-таки поддерживал заявление своей матери. На самом деле это не имеет правового значения с точки зрения Гражданского процессуального кодекса, поскольку прежде чем поддерживать чье-то заявление, необходимо элементарно подписать исковое заявление. Без такой подписи заявление подлежит возврату, а в испозиции Уголовного кодекса это действительно имеет значение. И поэтому наш центр помог составить гражданам заявление о привлечении к суду помощника в служебный подлог и направить его в Следственный комитет. Уголовное дело волокитится. Следственный комитет приходит к выводу о том, что здесь действует статус судебной неприкосновенности. Я напомню, что статус неприкосновенности распространяется только на суде, но не на их помощников. И поэтому происходит элементарная судебная волокита. Вот номера дел. В волокитится также дела, связанные с фальсификацией доказательств в деле. Изобилие таких фальсификаций, начиная со встречных договоров дарения, где дарятся квадратные метры, искажаются даты заканчивания, заканчивая нужными экспертизами, на которые опираются сами мама и ее сын, должники по исполнительному производству. Но уголовные дела не возбуждают МВД. Тогда мы подаем жалобу об оспаривании постановления МВД, о бездействии прокуратуры, об отсутствии мер прокурорского реагирования, снова происходит пересмотр позиций, прокуратура частично соглашается с нашими требованиями, для того, чтобы потом все вернулось на круги своя. Повторяется, хождение по кругу продолжается долгие годы. Наконец, вынесено решение суда по клевете. Помните, оклеветанные граждане, действуя в порядке Конституции, ее ст. 19 и 21, обратились в суд, защищая доброе имя, честь, деловую репутацию. Они не являются нелюдями. Здесь как раз началась специальная военная операция. И слово «нелюди» стало мелькать в лексиконе политиков, в информационно-политических передачах, чуть ли не ежедневно, по несколько раз. Нелюди хуже фашистов, национал-социалистов. Это последняя стадия, которая может быть высказана в отношении... Последняя стадия падения, одним словом. Дальше только ад. Так вот, наряду с лингвистической экспертизой, где эксперт смог ответить только лишь на два вопроса из семи, то есть это хуже, чем двойка, и рецензия подтвердила, что этот эксперт А. Не имеет достаточного образования. У него нет требуемого высшего психологического образования, исследования продуктов, причем его деятельности, воздействия на человека. У него есть только курсы повышения. Между тем требуют нормативы иметь высшее психологическое образование. У эксперта нет государственной сертификации, обязательно право деятельности, производства экспертиз именно в суде. Пожалуйста, давайте советы в частном порядке, но в суде вы выступать не можете. И так далее. Методология экспертного заключения сильно нарушена. Аргументы, вообще говоря, сильные. Как быть? И суд поступает, вырабатывает соломонное решение. Он эту рецензию вовсе не замечает. Если рецензия не замечается и отдается предпочтение доказательству только одному, без изложения мотивов отверждения другого доказательства, то такое решение элементарно можно обжаловать в апелляционном порядке, что и было сделано гражданами. Что произошло в апелляционной стадии? Да, судью пожурили за то, что рецензию суд первой инстанции не исследовал. Но без систем ничего страшного в этом суд апелляционной инстанции не нашел, поскольку для людей с достаточным словарным запасом, я цитирую, филологов, юристов, эта экспертиза нелюдей означает просто дурной народ. И экспертиза вовсе не нужна в этом деле. Точка. Конечно, такой судебный акт не выдерживает критики. Развивая последовательную логику суда, можно сделать выводы о сегрегации для дурного народа и для всех прочих. Для людей, образующих, имеющих достаточный словарный запас, филологическое, юридическое образование в целом, в целом образованных людей. На самом деле, наша конституция Российской Федерации запрещает любые формы дискриминации по признаку образования, пола, раса и так далее. И если довести дело до абсурда, логику вот этой апелляционной инстанции, ХМАО, выходит, что у нас есть сословие, одно сословие, обычные граждане или дурной народ, который обязан выполнять вот это требование закона, и привилегированное сословие, стоящее над законом, обладающее непрекосновенностью. К сожалению, вот этот недостаток неприкосновенности можно, неприкосновенность определенных социальных классов, социальных страт в обществе можно употребить как во благо, так и во зло. Против общества. Я понимаю неприкосновенность судей, депутатов Государственной Думы, но вместе с тем, такой статус неприкосновенности не должен распространяться на друзей судей, которые находятся словно под зонтиком вот этой неприкосновенности. Что бы они ни сделали, они не будут отвечать по уголовному гражданскому законодательству. Здесь вы видите номер дела. Поэтому мы обратились в суд конституционной инстанции. Этот суд конституционной инстанции просто пропечатал решение суда ниже стоящих инстанций. Без оценки. Хотя Верховный суд Российской Федерации требует в случае, если вы излагаете решение, есть постановление Верховного суда Российской Федерации о судебном решении, где четко изложено из чего должно состоять решение. Что нам должно включать? Что каждый довод должен быть либо раскрыт, либо мотивированно, я подчеркиваю, мотивированно отклонен. Не допускается декларативно перечислить доводы, как это сделал суд конституционной инстанции. И просто сказать «Все нормально, ребята!» Как в основном законе сказано, «Все равны перед законом. Государство гарантирует равенство права и свободе человека с рождения, независимо от пола, расы, национальности, языка происхождения, имущественного положения». На практике получилось, что по одному делу судья принял исковое заявление, даже не подписанное, под предлогом лишних денег художника по исполнительным производствам. По другому делу вот с этой подозрительной экспертизы, которая на деле является заведомо ложной, было вынесено оправдательное решение, и в результате должник избавился от любой ответственности, от принесения элементарных извинений за клевету. Хочу заметить, что в деле до такой степени невежество зашкаливает за край, что вместо клеветы эксперт-лингвист рассмотрел вопрос об оскорблении. Это разные предметы с точки зрения гражданского и уголовного законодательства. Но должница не останавливается на достигнутом, она действует бескомпромиссно, поскольку по ее словам, которые она сообщила в мировом суде, в тех также рассматривался вопрос о клевете и привлечении к уголовной ответственности в порядке 128 части 1 128.1 Уголовный кодекс Российской Федерации часть 1 по заявлению частных обвинителей. Это постановление было вынесено в период болезни. Постановление о том, чтобы прекратить дело в связи с тем, что отсутствует факт клеветы. Как это неудивительно, но здесь грубо были нарушены нормы права и впоследствии это постановление было отменено. Мы этого вопроса коснемся несколько позже. Но что требует должница по исполнительному производству? Наказать оклеветанных граждан. Возложить на этих оклеветанных граждан судебные расходы, причем в огромной сумме. Мы обращались с заявлением о разъяснении судебного акта. В этом решении по делу 2508 дробь 2022 полно противоречий. Оно также основано на одном единственном доказательстве заведомо ложной экспертизе. Отвергает полностью другие имеющиеся в деле доказательства. В ответ на заявление о разъяснении судебного решения, что является совершенно законным способом и предусмотрено ГПК процессуальным кодексом, суд сообщил, доводы заявителей сводятся к нежеланию возвращать кредиты. Извините пожалуйста, у заявителей нет никаких кредитов, я имею ввиду у клеветных граждан, но кредиты есть у самой клеветницы, которая, бравируя, перед мировым судом утверждала, что тратит по 300 тысяч рублей в месяц на судебную защиту. Прибегая, она подтвердила эту же информацию и к гражданскому суде, используя личное сбережение семьи, доход супруга, свой доход, сына, а также прибегая к банковским кредитам. И вот теперь эти кредиты обязаны вернуть оклеветанные граждане, заметьте, до вынесения решения суда. Это называется изменить права и обязанности граждан без судебного решения, нарушая самополагающие принципы права и статья 46 Конституции Российской Федерации. Кроме того, суд в июне этого года взыскал в долях с ветерана труда федерального значения и супруга руководителя некоммерческой организации социального предпринимателя по 75 тысяч рублей на основании подложных документов. Подложность документов следует из фиктивного характера договора возмездного оказания услуг с представителем. Дело в том, что договор возмездного оказания услуг должен предусматривать предмет, а этот договор был беспредметный. Там даже отсутствовало задание, как таковое. Задание заказчика перед подрядчиком. Там использовался котловой учет. Я имею в виду, что все затраты общим чоком складывались по одному делу, а взыскание произошло в долях. Между тем, в таком случае, в соответствии с бухгалтерским учетом, должен быть раздельный учет затрат по каждому из ответчиков, с которых происходило взыскание. Но, то, что касается уровня правовой культуры, я повторяю, что во всех этих делах оставляет желать много лучшего. Причем, как со стороны судей, так и со стороны представителя, который управлял и контролировал ходом судебного процесса. Я здесь цитирую его предмет договора. Вы посмотрите, до какой степени это шло. дошло это невежество. Контроль за ходом судебного процесса. Каким образом гражданин может контролировать правосудие в целом. Наконец, не были приложены чеки и контроль вычислительные техники, а вместо них приходные кассовые ордера того самого эксперта, который забрался, экспертного учреждения. Между тем, все расчеты с населением с населением в соответствии со статьей 54 федерального закона должны производиться с использованием контрольно-вычислительной техники. Вот, буквально, суд прошелся по головам, вынося такое решение. Возможно, здесь судья элементарно пожелал свести счеты с теми гражданами, которые заявляли многократные отводы судья за отсутствие квалификации, за нарушение конституции, за нарушение судейской этики и так далее. Теперь давайте рассмотрим вопрос о случайном либо закономерном характере ошибок по перечисленным гражданским делам. Опираясь на данные генеральной совокупности, которые приведены в Казправосудие, мы сделали и, беседуя с председателями судей, с председателем арбитражного суда Новосибирской области, с председателем торгового того же Сургутского городского суда, мы сделали оценку, что 10% это оценка сверху. Не более 10 судебных постановлений решений выносятся с ошибкой. Как понимается ошибка? То, что кодифицировано, то, что явно описано в процессуальных кодексах, как основание для пересмотра судебного акта. Об этом же говорится о судебном решении, уже цитируемом мною постановлении Верховного Суда Российской Федерации. То есть, таким образом, эталонное решение суда, безошибочное, оно хорошо специфицировано, как информационный продукт. Если допускается ошибка с вероятностью 0,1, значит, 90% решений выносятся именно правосудные. Какова вероятность того, что случайным образом дважды произойдет такая ошибка, а именно вынесение судебных решений с опорой на заведомо нужной экспертизы, что установлено, во-первых, рецензиями, на каждую из этих экспертиз вы видите эти рецензии, во-вторых, это установлено федеральным законом 73 ФЗ о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, где описаны основные принципы, и эти принципы здесь даже близко не соблюдались. Так вот, с вероятностью 0,999 тысячных отвергается случайная гипотеза. Я оперирую термины математической статистики, это научные термины, более подробно в моей публикации вы легко найдете в сети интернет. Такой результат является результатом дела рук человеческих, а не случайных факторов. И это должно стать пристальным влиянием председателя Следственного комитета Российской Федерации Пострыкина Александра Ивановича, в компетенцию которого как раз-таки входит вопрос о привлечении судей за вынесение неправосудных решений к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 305 Уголовный Кодекс Российской Федерации. Правда, эти механизмы на практике не работают. Мы их неоднократно проверяли, обращались в квалификационную коллегию судей, обращались в высшую квалификационную коллегию судей. Механизм настолько на практике усложнен, что практически невозможно привлечь судью к уголовной ответственности, что бы он ни сделал. Поэтому дела продолжаются бескомпромиссно. Наши приглашения в мировом соглашении четырежды отвергались. Первое соглашение, которое направлено на исполнение исполнительного производства посильная помощь в совершении тех действий, как это предусмотрено в судебном акте еще от 2018 года того же Сыргутского городского суда. Более того, есть и второй судебный акт, который подтверждает недопустимость никаких проволочек по первому судебному акту. Он был вынесен в прошлом году. Так, вместе с тем хочу сказать, что здесь есть и крупица здравого смысла в этом сложном процессе, как, например, судебная коллегия по административным делам 7-го кассационного суда, признала, что жалоба должника по исполнительному производству не подлежит удлить, что исполнительное производство следует исполнять именно так, как это сформулировал Сыргутский городской суд еще в 2018 в точном соответствии с требованиями исполнительного документа. Оно так и есть. Далее, 30 мая этого года судебная коллегия того же дела, того же суда, но по уголовным делам вынесла постановление, которое признало действия мирового суди долгово незаконными о прекращении уголовного дела частных обвинителей, поскольку это уголовное дело было прекращено, невзирая на многочисленные отводы с нарушением принципов устности судебного разбирательства. Уголовное разбирательство производится устно, а не путем анкетного опроса, как это попытался сделать судья, задавая вопрос и притормаживая ход рассмотрения дела, пока не дадут правильный ответ. Хочу заметить, что и по ряду других гражданских дел мы также сталкивались с нарушением принципов непосредственности и устности судебного разбирательства. Гражданин обращается в суд и вместо того, чтобы это заявление приняли к производству, судья начинает задавать вопросики, вступает в заочную переписку с гражданином, задавая все новые и новые вопросы, а потом в конце концов приходит вывод о том, что вы не исправили недостатки, требуемые судом, и поэтому ваше заявление подлежит возвращению. Сравните это со случаем, когда принимается заявление, даже не подписанное под условием наличия лишних денег. Один словом, эти судебные акты есть, согласно одним судебным актам необходимо исполнить требования должницы немедленно, согласно другим судебным актам у нас есть альтернативное решение, у нас есть альтернативный план земельного участка, должница это святая женщина, которую надо защитить и наоборот соклевет должников взыскателей что-то взыскать за моральный вред. Хочу заметить, что закон об исполнительном производстве не предусматривает моральный вред компенсацию в пользу должника и кроме того, не возлагает никаких обязанностей на взыскателей, а возлагает обязанности только на должника. Но эти хорошие принципы, заложенные в нашей модели, в нашей правовой доктрине, очень легко опровергается в нашем деле, рассматриваемым кейсом. И это мне напоминает спектакль «Визит старой дамы», драматурга Фридриха Дюренмата в трех действиях спектакля, где сначала недоумевают граждане города от ультимативных требований вот этой главной героини, которая пожелала купить все моральные и юридические принципы оптом. «Дайте мне обидчика, который меня обидел в юности, я хочу его наказать. Я помогу преодолеть городу бедность. Сначала ее осуждают, гневаются, возмущаются, а затем соглашаются». Так вот, посмотрите, сколько здесь нормативных актов перечислено на чаши весов. С одной стороны, и Конституция, и Гражданский процессуальный кодекс, уголовный процессуальный кодекс, закон о статусе судей, судебной системе, кодекс судебной этики, это с одной стороны. С другой стороны, фактор лишних денег. Что это? Коммерческий подкуп или посредничество коммерческого подкупа? Вопрос открыли. Даже если судьи действовали в этом процессе совершенно бескорыстно, они должны понести дисциплинарную ответственность, поскольку признаки неправосудного решения налицо. Почему этот вопрос имеет ключевое значение в наше сложное неспокойное время, потому что от доверия к Суду зависит многое. Здесь вы видите постановление правительства Российской Федерации о федеральной целевой программе развития судебной системы России на очередной период. Хочу заметить, что эта федеральная целевая программа действует уже много лет. В 2005 году было сделано контрольное измерение показателей и установлено, что лишь 19,1% выразили доверие Суду из населения России. Крайне низкий показатель доверия. Спустя пять лет этот показатель остался на том же самом уровне, хотя его планировалось довести постепенно на протяжении нескольких лет до показателя 80% доверия к Суду. И наконец ближе к 2010 году этот показатель перестал отслеживаться совсем. Потому что тратятся деньги на эту программу десятки даже сотни миллиардов рублей, а результат доверия очень проблематичен. В самом деле в нашем случае вы видите номера дел, вы легко узнаете фамилии судей, я их специально не стал приводить, для того чтобы меня не упрекнули в клевете в адрик судей. У нас как раз таки есть все документы основания подтверждающие грубое нарушение закона со стороны этих судей. Почитайте отзывы пожалуйста, они легко доступны в интернет, сделайте выводы самостоятельно. Наконец давайте обратимся к опыту европейской страны Франции. Даже небольшой инцидент с молодым французом и злоупотребление со стороны полиции привели к массовым беспорядкам. А почему в сторону не обратились в суд? Если должностное лицо европейского государства цивилизованного, где были провозглашены принципы свободы, равенства, братства нарушило закон, пусть он ответит в суде. Я отвечу почему? Потому что никто не доверяет суду. Поэтому от вопроса доверия к суду как органе власти зависит напрямую правопорядок в обществе и жизнь многих людей. Давайте теперь перейдем к Российской Федерации. Как быстро нашему президенту удалось предотвратить мятеж Евгения Пригожина, обратившись напрямую к народу, к военнослужащим. Все это означает высокое доверие общества к президенту Российской Федерации. Поэтому давайте будем вместе работать на укрепление доверия общества ко всем органам власти. Я прошу депутатов Государственной Думы и весь наш российский народ обратить внимание на этот кейс с тем, чтобы решить важную социальную проблему. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров